Жили мы, жили с Вами и незаметно дожили до декабря. И вот уже не за горами, а всего лишь через две недели Новый Год, и пришел вопрос о Новом Годе. И снова для меня стоит вопрос о том, как его отмечать. С одной стороны, пост нарушать не хочется, с другой стороны, это любимый праздник детей, да и взрослых, когда хочется много чего. Моя семья к моему отказу от радости жизни в это время относится спокойно, но при этом себя не ограничивает. Готовлю и постное, и скоромное, но приходят родственники, друзья, корпоратив на работе, и не хочется всем объяснять, что и почему. В прошлом году на проповеди батюшка говорил, что Новый Год можно отмечать с небольшими послаблениями в посте, как при церковных праздниках. Но все же у меня вопрос. Почему нельзя перейти к летоисчислению, принятому во всем мире, чтобы сначала было Рождество, а потом Новогодний наоборот? Боже мой, так все хорошо начиналось, такой классный вопрос и тут бах, все испортило. Ну что ты будешь делать? Как Вы считаете, обсуждается ли этот вопрос на более высоком уровне? Ведь многие люди, соблюдающие Великий пост, не хотят соблюдать Рождественский именно по причине празднования Нового Года. Вы знаете, это гора родила мышь. Это что нужно сделать? Поменять церковный календарь? Боже мой, пережить новый раскол, снова у нас старобрядцы, старокалендарцы. Уйдут куда-нибудь в леса, начнут себя сжигать. И все это ради того, чтобы можно было сначала Рождество, потом Новый год, чтобы больше и больше. А в чинковиделки не стоит. Вы понимаете, что такое поменять календарь? Сделать календарную реформу. У нас с двух перстов на три перста перешли, люди себя сжигали. Это ерунда какая-то, понимаете? И все, люди себя сжигали. Понимаете, что такое поменять календарь? Это же не просто так перенести. А что, кстати, переносить-то будем? Новый год или Рождество? Давайте перейдем на новый стиль. А что это значит? Представляете, что это значит? Это значит, что Рождество будет 25 декабря. А также Рождество, Престой Богородицы у вас будет не 21 сентября, а какого-то там сентября. Покров будет не 14, а 1 октября. Казанское у вас будет не 4 ноября, а другого числа. Вы понимаете? Успение Божьей Матери будет не 28 августа, а 14-го или какого-то там преображения. У вас все сдвинется. Вы понимаете? У вас вообще все сдвинется. У вас будет такое время, когда не будет Петровского поста. Именно потому, что Петра и Павла сдвинется, а Пасха-то по лунному никуда не уедет. Она, кстати, тоже сдвинется в числах. Вы понимаете, что у вас получатся какие-то годы, когда Петровский пост просто будет отсутствовать по факту? Представляете, какие проблемы? Сколько нужно всего сделать для того, чтобы это все сдвинуть? Это новые богослужебные указания, новые там не знает чего-то. Это вообще все другое будет, потому что это же сложнейшая система богослужебная. Это все поползет. То есть, вот эту календарную реформу провести – это работа, я не знаю. Это колоссальный, колоссальный, просто вы не представляете, какой объем работы должен быть проделать. Вопрос, нам что, больше заняться нечем? У нас что, проблем нет? Только вот этим заниматься. Ради чего? Потому что сейчас актуализировалась тема Нового года и Рождества, и нужно перенести, чтобы люди не страдали, что как поститься, вот тут с постом как-то проблемы. Ради этого это вообще не проблема. Вы понимаете, что это вообще на самом деле не проблема? Ну, допустим, вы нарушили пост на Новый год, что-то там вкусили с родными и близкими. Ну, что, что и что? Ну, нарушили и что? По-моему, лучше, легче и гораздо спокойнее будет всем нам нарушить новогоднюю ночь пост, а потом всем дружно прийти и покаяться. Вот это, по-моему, быстрее и проще гораздо будет, чем совершать вот эти вот маневры какие-то невероятные сложности. Вот, дальше. Хорошо. Нельзя перейти к летоисчислению, принятым во всем мире. Что значит принятым во всем мире? Вот Китай – это миллиард там двести миллионов или сколько-то там живет, а всего на земле шесть миллиардов или сколько. То есть Китай – это, извините меня, вместе с Индией – это почти полмира. Арабский мир, арабские страны – это полмира. У них вообще все по-другому. У них нет Рождества, потому что у них нет Христа. И они Новый год отмечают совсем по-другому, и у них он другое время. И вообще у них все по-другому. Что значит календарь, принятый во всем мире? Китай живет по своему календарю, Индия по своему календарю. У них там свое все. Что значит во всем мире? В каком всем мире? В каком всем мире? Никакого всего мира и никакого календаря для всего мира его не существует. Чтобы сначала было Рождество, потом Новый год, а не наоборот. На самом деле, я Вам так скажу, Рождество – это и есть Новый год. Нет такого, что сначала Рождество, потом Новый год, или сначала Новый год, потом Рождество. Потому что Рождество – это и есть Новый год. Потому что года у нас считаются от Рождества Христова. У нас сейчас наступает 2016 год от Рождества Христова. Следовательно, 1 января он еще не наступит, потому что Христос еще не родился. Он вот родится седьмого. Рождество – это и есть Новый год. То, что в гражданском календаре так принято, понятно, что удобнее просто считать с первого числа. На Западе все отмечают Рождество. Новый год – ну так себе. Тоже там вроде как отмечают, но не так, как мы. У нас все это Рождества на Новый год, а Рождество – ну так себе. Может, нам здесь что-то нужно поменять? Может, легче нам Новый год перенести на Рождество? К тому же, у нас по старому стилю действительно Новый год после Рождества, 13 января. В общем, Вы поняли мою позицию? Я не считаю, что это проблема. Я не считаю, что нам нужно переходить на новый стиль ради чего? Вопрос. Ради чего? Ради того, чтобы на Новый год можно было праздновать без зазрения совести? Ну, это смешно, это ерунда какая-то. Ради того, чтобы отмечать Рождество вместе с католиками и со всем христианским миром? А оно нам надо? Пусть себе отмечают, у них свои праздники, у нас свои. Зачем нам это надо? Пусть они с нами отмечают, что мы на них равняемся? Пусть они нас равняются. Нам что это дают? Нам свое надо держать, свои традиции, свою самоидентификацию какую-то. Ну, что мы на них все... Мы так с них все списываем. Ну, хватит уже. Что-то свое должно быть в конце концов. К тому же, ну, ради чего? Зачем менять? Ну, и по поводу того, что на Новый год, может быть, действительно, послабление какое-то сделать, какое-то в посте, чуть-чуть себе позволить, может быть, лишнего. Ну, ладно уж, раз такое дело, ну, ничего страшного. Ну, подумаешь. Прям великий грех, что ли. Ну, отметите Вы Новый год. Ну, и в качестве точки уже в этом всем рассуждении я Вам так скажу. Например, в моей семье мы Новый год не отмечаем. Не потому, что мы с этим боремся, а просто в нашей семье столько много праздников, и они наполнены таким глубоким духовным смыслом и содержанием, что еще какой-то там Новый год, по сравнению со всеми праздниками, он совершенно какой-то бледный, он какой-то черно-белый, он какой-то пресный, он совершенно неинтересный. Я поясню. Вот в советские времена, в 60-е, 70-е, 80-е годы, Новый год – это было что-то сказочное. Это был единственный неполитизированный праздник. Действительно, все праздники были. Это политика. 1 мая – день сендарности трудящихся, день 7 ноября – это революция была, 23 февраля – день Советской Армии и морского флота, 8 марта даже несчастный. И тот был, потому что революционерка его затеяла. Женский день, но он более-менее такой был. Вроде как, женский день. 9 мая – еще праздник. Победа. Ну, это тоже победа. Но вот такой вот сакральности какой-то был только единственный Новый год. И это был какой-то особенный праздник, потому что его нужно было отмечать ночью, собираться всем за столом. Понимаете? Это что-то было особенное. Елочку нужно было нарядить, игрушки какие-то, сказочные персонажи какие-то появлялись. То есть какая-то сакральность, что-то такое таинственное, что-то сказочное появлялось. Что-то такое было из детства. И поэтому Новый год был и для взрослых, и для детей такой какой-то особенный праздник. Вот те дети выросли, они сейчас уже взрослые, они также Новый год по старой памяти любят и чтут его. Но это только потому, что на фоне вот 9 мая, 1 мая, 7 ноября, 23 февраля, на фоне вот этих вот праздников Новый год выглядел, конечно, сказочным. Но на фоне церковных религиозных праздников того же Рождества, Крещения Господня, Пасха, Троица, Рождество Престой Богородицы, Успение, на фоне этих праздников этот Новый год просто меркнет и становится совершенно пресным и невкусным. И думаешь, Боже мой, ну подумаешь, Новый год. Ну сменился год, дата в календаре поменялся. Вот Христос рождается, славите, вот это да. На фоне вот таких праздников он становится скучным, неинтересным. Единственное, что его спасает еще и, ну вот, на плаву он держится, так сказать, в моих глазах, я за всех не говорю, в моих глазах. Это вот эта истерия, которая нагнетается в телевизии. Постоянно рекламы, рекламы, вот эта какая-то новогодняя тематика, раздувается, раздувается, это огонек и все такое. И, вроде как, создают такое праздничное настроение. Но на самом деле, если это сейчас все убрать, то и Нового года как и нет. Ну подумаешь, так же, как вот 30 ноября, 1 декабря, так же 31 декабря, 1 января, одинаково. Ух! С наступающим праздником! С наступающим праздником! С наступающим праздником!